Тема доклада «Молекулярные кресочные аспекты нейротоксичной спинатальной гиперпомоксиномии». Мы занимаемся этой проблемой достаточно давно и кое-что сделали в этом направлении, о чем я постараюсь вам рассказать. Гипергомоксиномия сама по себе, в общем, такой фактор, который вызывает нейротоксичность. Причем сейчас появилось достаточно много работ, которые говорят о том, что многие психические, нейрологические, психические заболевания, в том числе и болезнь Паркинсона, о которой так замечательно рассказывают Михаилу Аминовичу, они сопровождаются повышенным уровнем гомоцистеримина. Болезнь Альцгеймера, депрессивное состояние. Следующее, пожалуйста. Следующее. Ну, связано это с нарушением взаимопривращения метианина и гомоцистерина. Нарушается вот эта нормальная система, которая приводит к тому, что накапливается в мозгу гомоцистерина. Ключевыми факторами являются переход S-аденозилметианина, который является основным акцептором метельных групп для процесса метилирования различных соединений. И накапливается S-аденозилметианина, и нарушается вот этот нормальный цикл реметилирования. Причем в этом принимает участие, поскольку непосредственное участие фалатный цикл. Вот. Нарушается и сопряженность с фалатным циклом. Пожалуйста, следующее. Ну, вообще уровень гомоцистерина фалатной крови, он принято считать, что до 30 микромоля 15-30 – это умеренное, 30-100 – среднее, и 100 микромоль тяжелое. Пожалуйста, следующее. Теперь, что лежит в основе гипергомоцистерина и вообще? Прежде всего, генетические факторы. Я не буду на этом подробно останавливаться. Скажу только, что основное – это мутация гена метилен-тетрагидрофалатридруктаза. Ну, то, о чем я говорил. Нарушение связи с фалатным циклом. Второе – это дефицит метионин-синтаза. То есть, резинтез, обратный переход гомоцистерина-метионин. И следующий, пожалуйста, слайд. Ну, и, наконец, мутация гена цистотианин-бета-синтаза. Ну, на эту долю мутации приходится меньше процент гораздо по сравнению с остальными. Следующий, пожалуйста. Теперь очень важное значение имеет вот эта сопряженность с циклом палатных, в котором принимает участие, так же, витамин В12. Ну, вот я хочу обратить ваше внимание на то, что имеет значение не только недостаточность полевой кислоты. Вот видите, здесь обозначено. А оказалось, как показали исследования последних лет, что очень пагубные последствия имеет и высокое, наоборот, так сказать, высокое содержание, выше нормы полевой кислоты. Поэтому контроль за палатом представляет чрезвычайную важность. И особенно важно это при беременности, поскольку во втором и третьем триместре беременности содержание палата падает. Следующий, пожалуйста. Какие последствия гипергомостыни имеют во время беременности? Надо сказать, что во время беременности особенно тяжелые последствия наблюдаются даже по сравнению с гипергомостыними вообще, потому что если можно ее каким-то образом профилактировать, это очень принято в гериатрической практике, когда уровень гомостыни резко возрастает с возрастом, профилактировать при беременности достаточно трудно. А последствия такие. Во-первых, отслойка плаценты, во-вторых, развитие преклампсии, различные дефекты нервной трубки. И что чаще всего встречается, это внутриутробная задержка плода. Следующий, пожалуйста. Какие основные механизмы действия гомоцистеина? Здесь и при нервологических и психических расстройствах, о которых я вам говорил. Но эти же самые механизмы работают и при беременности. Это дисфункция НМДА-рецепторов глютамата в силу структурного сходства между гомоцистеином и глютаматом. Это нарушение баланса между окислительной активностью и образованием свободных радикалов. Это нейрональный абаптоз. И, кстати, допаминергическая дисфункция, о чем было сказано в динарном докладе. Митохондриальная дисфункция. И нарушение процесса метилирования. Поскольку S-аденодилметионин, я вам показывал на схеме, является единственным, пожалуй, основным донором метильных групп в организме. Пожалуйста, следующее. Ну, для того, чтобы изучить эти механизмы при беременности, чтобы, так сказать, иметь возможность посмотреть, какие изменения происходят непосредственно в мозгу, мы создали модель специально для экспериментальной модели гипергомоцистеиномии. Ну, надо сказать, что и до нашей модели использовались. Основные это две. Непосредственное введение гомоцистеина в желудочке мозга. И вторая модель – это использование метианина просто в виде водного раствора с питьевой водой. Но второй способ, который мы вначале пытались произвести, он имеет существенный недостаток. Это неконтролируемое потребление. Поэтому мы, вот мы таким образом модулировали, изменили эту методику, чтобы водить метионин дозированно через дон. Ну, вот мы видим, что уже в процессе эмбрионального разбития происходит повышение уровня гомоцистеина. Причем независимо от срока беременности. Это может наблюдаться и разные различные сроки беременности. Но интересно, что этот эффект быстро проходит. Через 6 часов уже приходит, 3-6 часов примерно приходит в норму. Следующий вопрос. Ну, вот на этом слайде показывается содержание гомоцистеина у потомства крыс после перенесенной. Вот видите, этот же эффект сохраняется в постнатальном период разбития. Вообще разница между перенатальным периодом и постнатальным. Там есть определенные нюансы воздействия, механизмов действия элементальной гиперболуцистеи. Об этом будет подробно сказано в докладе моей коллеги Юрия Павловна Эмилютина. Поэтому я не буду на этом останавливаться. Следующий, пожалуйста. Ну, что наблюдается? Вообще, значит, классические параметры развития. Ну, вы даже по внешнему виду можете судить, как выглядят крыщеныши контрольные и гиперболуцистеи. Меняется, видите, масса плаценты падает. Ну, плода незначительно. Причем масса плаценты, если смотреть на 20-й день разбития, уже достаточно существенно падает. Масса самого плода тоже самая. Пожалуйста, следующий. Теперь я хочу остановиться на вопросе, связанном о том, что материнская гиперболуцистеи, ее называют материнская или перенатальная гиперболуцистеи. Механизмы ее пагубного воздействия на развитие плода уже формируются на уровне плаценты. Вот это очень важно. Пожалуйста, вкладите. Мы это показали с помощью определения параметров окисительного стресса, окисительного материнская белков, липидной пероксидации, молоновый диадигид. Вы видите, как меняются эти параметры. Следующий, пожалуйста. Меняется уровень цитокинов, то есть развивается процесс нейровоспаления. Причем в нашем эксперименте особо ощутимые изменения произошли с интралекина-1-бета, уровень которого значительно возрастал. Следующий, пожалуйста. Активируются процессы апоптоза. Вот здесь показаны на слайде маркеры апоптоза, которые отчатливо показывают повышение уровня их активности в модели экспериментальной гипердомосоциномии. Пожалуйста, следующее. Дальше. Очень интересное изменение происходит с нейротрофическими факторами. Вообще нейротрофические факторы, которые синцидируются в плаценте, это вездесущий нейротрофический фактор мозга, фактор роста нерва, НДФ и нейроагулин. Вот эти три фактора, они синцидируются в плаценте. Это следующее. Следующее слайде. И вот, посмотрите. Во-первых, удалось с помощью иммуноблотинга выявить изоформы нейротрофических факторов. Это профформы и непосредственно зрелые формы. Почему это важно? Потому что они оказывают совершенно различное действие, противоположное действие на развитие мозга. Если профформа высокомолекулярная, она угнетает развитие мозга, подавляет его, то зрелая форма, наоборот, способствует созреванию мозга. Ну, вот здесь в отношении БДНФ представлены данные. Причем мы смотрели как в водной, так и материнской части плаценты. Что касается НДФ, здесь удалось выявить только профформу. Почему? Потому что зрелая форма очень быстро утилизируется и не удается ее зафиксировать при использовании нашего подхода иммуноблотинга. Следующий вопрос. Далее было высказано предположение, оно подтвердилось, о том, что гипергомостинамия может влиять на экспрессию генов нейротрофических факторов плаценты. Вот на этом слайде это показано. Следующий, пожалуйста, слайд. Ну и, наконец, третий фактор, о котором я говорил, вот его содержание, оно снижается в материнской части плаценты, а мозгу на мороженых 30, наоборот, возрастает. А это очень важно, что он возрастает, поскольку нейрорегулин обладает свойством усиливать классичность нервных структур и способствует созреванию мозга в условиях вот таких неблагоприятных воздействий. Это было показано не только в отношении к гиперкомостинамии, но и рядом других факторов, в частности, алкоголя. Следующий. Теперь нейрогенез, как общеизвестно, тесно связан с ангиогеном. Александр, 5 минут осталось. Ну, простите, значит, вот смотрите, по моему подсчету 8 минут, ну, извините. Ладно, значит, вот усиливается активность и уровень ангиогенов. Все это в плаценте, заметьте. Следующий, пожалуйста. Причем усиливается не только содержание, но и экспрессия этих ангиогенов. Следующий, пожалуйста. И вот уже данные, касающиеся мозга плода. Пожалуйста. Следующий. Опять-таки мы видим изменения параметра окисительного стресса, о котором я говорил. Следующий. Опять-таки увеличивается содержание провоспалительных цитокинов. Причем это выражено, особенно на 20-й день развития натуротропного. Следующий, пожалуйста. Наоборот, снижается содержание противовоспалительных цитокинов. Цитокин ИЛ-10 представлен на этом слайде. Следующий, пожалуйста. Вот. И морфологические исследования, которые проведены в сотрудничестве, кстати, с Институтом революционной физиологии. И здесь с доктором Васильевым и наша сотрудница на Щербицкой работала. Здесь усиление, значит, угнетение нейрогенеза, отчетливо видно, и наоборот, активация гриальных плеток. Это в теменной коре головного мозга. Пожалуйста. Следующий слайд. Вот конкретно, что происходит в гиппокампе. То же самое. С нейронами и с грией. Пожалуйста. Следующий слайд. Вот показана активация и астрогрии, и микрогрии в различные сроки уже в постнатальном развитии в гиппокампе, что очень важно в гиппокампе, поскольку принатальной гиппокампе имеет выраженный долгосрочный эффект. Следующий, пожалуйста. Меняется содержание биогенокамина, снижается содержание оксидритамина, серотонина и его производного. Синдооксины 500. Следующий, пожалуйста. Ну и, наконец, поведенческие тесты. Здесь мы оценивали и распознавание нового объекта в этом поле и ориентировались на лучевом лабиринте. Следующий, пожалуйста. И вот показано, что крысы, подвергнутые гипергомостаномии принатально, они теряют эту способность распознавать четко в отличие от нормальных крыс. И у них резко снижается количество правильных пробежек. Поэтому вы видите. Следующий, пожалуйста. Ну, это еще один тест, водный тест Малмориса, то же самое. Следующий, пожалуйста. Теперь вот, какие основные факторы обусловливают нейротоксическое действие принатальной гипергонции и его последствии в раннем онтогенеи. Значит, окислительный стресс, я уже говорил, апоптос и изменение клеточного состава развивающегося мозга, активация микроглии и нейровоспаления, нарушение ангиогенеза, когнитивный дефицит и нарушение краткосторочной, долговременной и пространственной памяти. Проведенные исследования показали, что нарушение функций мозга могло быть связано с повышением уровня провоспалительных цитокинов, которые способны проникать через петроплацентарный барьер вызывают долгосрочные нарушения развития мозга. Ну и это обусловлено изменением не только нейрофототерапическим фактором, не только мозга, но и плаценте, где они оказывают цитопротекторное действие. Следующее, пожалуйста. Ну и вот видно, как все это происходит в этой системе, сложной системе матч-плацентоплод. На уровне матери токсические эффекты это развитие оксидного стресса, активации иммунной системы. В плаценте все наблюдается тоже от развития оксидного стресса, нарушение процесса нейроатрофина, развитие воспаления, изменение экспрессии факторов ангиогенеза. И, наконец, уклада развития оксидного стресса, активация апоптоза, нарушение процесса нейроатрофина и постнатальные эффекты, гибель нейронов, нейровосправление и когнитивная дисфункция. Пожалуйста. Следующий, по-моему, на этом заканчивается. Спасибо. Ну, к сожалению, я не располагал временем чуть более детально рассказать. Вечерковой интересует и достаточно привлекательный на этот счет. Спасибо.